Уважаемые дамы и господа, в четверг 3 апреля 2014 года Шпигель Онлайн опубликовал сообщение по вопросу, насколько стабильны соседние с ЕС государства. Индикатором для этого стала оценка кризисных очагов компании Economics Intelligent Unit. Это предприятие ни одно из соседних государств не оценивает как свободное от риска, и этим придерживается общепринятой точки зрения внешней политики ЕС. Только 4 из 24 рассмотренных государств якобы показывают сравнительно стабильное и безопасное положение. Это Армения, Израиль, Марокко и Черногория. Все другие государства оцениваются намного хуже. В шести из них положение повышенного риска. Среди них Косово, Ливия, Сирия, Ливан и Украина. Бросается в глаза, что вызывают опасения прежде всего те страны, которые имеют небольшие государственные задолженности, или чьё население не хочет беспрекословно подчиняться Европе. Например, на запад ориентированная Молдавия получает жёлтый цвет, то есть с риском, потому что оценена как отпавшая область Приднестровья, и поглядывает на Россию. Повторяющиеся протесты населения в Боснии и Герцеговине также не вписываются в европейское понятие о демократии. Здесь тоже цвет жёлтый. А Украина, в которой руководители поставили ЕС посредством путча, окрашена в оранжевый цвет, так как власть до сих пор не смогла взять страну под контроль. В то же время Израиль, имеющий большое количество ядерного оружия, десятилетиями находится в конфликтах с соседями и сам подвергнут нападениям, но может радоваться оценке зелёной. На чём основывается страх ЕС перед соседями? Соседние государства, в которых имеют место протесты и референдумы, и нет больших задолженностей, не могут по финансово-политическим причинам быть подвергнуты давлению. Эти страны могут стать примером для государств Европы, находящихся под диктатурой Брюсселя. Фактом является то, что более двух миллионов венецианцев уже восказались за независимость от Италии. Каталонцы вскоре будут решать вопрос отделения от Испании и этим от Европы. Швейцария также находится в фазе возвращения к своему национальному суверенитету, так что комиссары в Брюсселе по праву боятся европейской весны. Оставайтесь с нами и внимательно наблюдайте за развитием событий в Европе. Приятного вам вечера! Субтитры создавал DimaTorzok